Давно заметил, что общение в сети намного проблемнее проходит, чем общение в реале. То есть вот переписываешься и нахрен в черный список летят 90% девушек, если не 99%. А познакомишься в реале, как-то и нормально все проходит. Просто приятное общение. В общем, хочу поделиться лайфхаком. Дурацкие, конечно, эти америкосовские слова. Но тем не менее, предлагал я девушке своей, ну там когда-то, давай, говорю, не будем ни переписываться, не по минимуму созваниваться, вот просто ватсапы, контакты, инстаграм, все к черту. Только живое общение. Ну и конечно она это в штыки восприняла. А как это, как это она не будет каждые полчаса мне писать, как у меня дела, чем занимаешься. Ну, моя цель-то была какая, не чтобы от нее там отгородиться, наверное, может ей так показалось. А чтобы отношения были лучше и крепче. Вот мне кажется, когда нет возможности дергать человека каждый час, как у него дела, и обсуждать все-все-все по переписке, тогда при встрече, в общем-то, и больше есть о чем поговорить. И, ну это один аспект такой, что мы не дергаем друг друга вот этим, постоянной вот этой возможностью. Просто вот как коту, когда делать нечего, вы знаете, что он делает, да? А когда, ну скажем так, девушке делать нечего, она начинает терроризировать своего парня, мужа. Что же ты там делаешь? А если она еще такая заботливая, то она спросит тебя, ну вот, например, как спалось? Или ты там как поел? Доброе утро, спокойной ночи, приятного аппетита. И всю эту херобору она будет просто слать через телефон. Уже думаешь, да когда же, когда же ты уже наговоришься? По крайней мере, это у меня так. Мне не нужно очень много общения с женщиной, чтобы мне было понятно, что я ей нужен, чтобы она все время шквал вот этого вот внимания. Для меня это шквал, которым я просто насыщаюсь моментально, и мне потом хочется в тишине побыть одному. Это один момент. И другой момент, когда мы общаемся в этой самой переписке, мы не видим эмоций друг друга. Что там, с какой эмоцией я ответил? Столько всяких было случаев, когда я хочу сказать одно, а меня там понимают совершенно противоположно, по-другому. Хотя я нормально использую русский язык, и знаки препятания, и там можно в общем понять, что я хочу сказать. Но женщина может все перевернуть. Да и не обязательно только женщина. Как только вот, это знаете, мысль сказанная вслух уже ложь является, да? Потому что мы мыслим ее как бы по-другому. А написанная мысль, это вообще там десятикратная ложь. Потому что мы же пишем как? Ну как? Ну попроще, побыстрее, правильно? Мы же поэмы там не катаем каждый раз. Ну, по крайней мере, наверное, не всегда катаем. Иногда я катаю поэмы, что-то пытаюсь донести. Тем не менее, когда мы с человеком вживую общаемся, это намного-намного лучше. Предлагайте своим половинкам просто к черту телефон. По телефону только вот, ну например, берем, можно как сказать, либо мы по телефону какая-то экстренная, вот что там, я не знаю, горит у нее что-то, и ты там бежишь ее, например, спасать. Или договариваемся о встрече. Или можно, значит, регламент установить, что в сутки мы общаемся по телефону одну минуту. Одну минуту и, к примеру, ну, к примеру, два сообщения. Ну, три, ладно, три сообщения друг к другу можем отправить. Вот все, вот сверх этого уже нет. И я думаю, что плоды этого мы пожнем очень скоро. Во-первых, мы лучше соскучимся друг по другу. Это если касательно отношений, там, мужчина-женщина. Да, в принципе, и к друзьям это также можно отнести. Просто друг, когда общается со своим другом по, там, тому же телефону или где-то в соцсетях списывается, они обсуждают то, что потом уже не обсудить при встрече, уже все это обмылено. И как бы меньше есть желание просто встретиться с другом. А когда ты его давно не видел и не слышал, и мне кажется, и дружба будет крепче. Вот как вы думаете? Ну, к сожалению, девушки этого не понимают. Как я предлагал, говорю, давай снизим вот эту вот значимость телефона в нашей жизни. Тем более я вижу, я вижу, что это я и стал предлагать своей девушке, когда я заметил, что у нас конфликты, они возникают, да, вот по телефону, в переписке. А в жизни прекрасно общаемся. Вот просто супер общение в жизни. Просто вот как надо, как только телефон, как только вот эта вот опосредованная связь, то все, все, сразу жопа какая-то, сразу обидочки, сразу девочке очень легко включить какие-то, какие-то ее любимые манипуляции, а-ля я обиделась, а по телефону обидеться вообще очень просто, там, вообще многого ума не надо. Потому что ты, она может интерпретировать твои слова, ты ей что-то написал. Господи, вот просто я сейчас вспоминаю, это были реальные ситуации, это был такой бред просто, я так от этого устал. И я вот вам всем рекомендую, вот возьмите со своими половинками, там, да с женами, вот проведите такой эксперимент. Я думаю, что если вы договоритесь с ней, если она поймет, что смысл не в том, чтобы от нее отделаться, там, чтобы подольше ее не слышать, то отношения станут только крепче. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.